Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Unreal, и сегодня мы посмотрим на магнитные двигатели, которые запрещены. Как вы знаете, для простого народа всегда было все запрещено, особенности новые технологии. Но в этом видео я покажу генераторы, которые нарушают законы физики, и уже сейчас пробиваются через все запреты, чтобы люди наконец-то узнали, что подобные генераторы существуют. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, а также заглядывайте в мой телеграм-канал. Там будут подробности из этого видео. А мы начинаем. Запрещенные технологии магнитных двигателей. Генератор свободной энергии Halcom Energy System. Сегодня мы рассмотрим генератор Halcom Energy System. Это генератор, который сделан очень хитро. Для того, чтобы его не запретили во всем мире, он работает по принципу экономайзера. То есть вы потребляете электроэнергию на 50, а то и более процентов. То есть вы экономите больше 50 процентов. Но на самом деле это генератор свободной энергии. То есть он производит электроэнергию, скажем так, из воздуха. И далее мы посмотрим, как же это работает. На протяжении многих лет людей обманывали, то что подобные генераторы не существуют. Но у людей всегда получалось создать подобный генератор. Тому было много причин. Людям нужна была всегда электроэнергия. И они постоянно и постоянно пытались придумать подобный генератор. И их было достаточно много. Итак, друзья, а в конце видео вы узнаете подробности о том, как продвигается разработка моего магнитного вечного двигателя. Так что смотрите видео до конца. А сейчас мы посмотрим свежее видео с этим генератором. Helcom Energy System. И там подробнее будет рассказано, как работает этот генератор. Я Джин Браун, инженер-менеджер проекта FACOM Energy Systems. И у меня есть ILPK, встроенный генератор мощностью сухой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Кабелью на нашу испытательную площадку. теперь мы входим в систему у нас есть наше трехфазное питание 208 поступающая от генератора на входную сторону и что я буду делать когда она поступит я собираюсь включить этот блок моторов там одна из самых больших областей отбора мощности трехфазного двигателя мощностью 5 лошадиных сил большой шкив несколько резистивных блоков света трехфазные двигатели некоторые с генераторами старта мощности с нагрузкой некоторые просто разгружен и мы должны увидеть некоторые результаты здесь этот вход здесь это идет от генератора у нас около 4,3 киловатт при коэффициенте мощности 95 около 14 ампер на ногу и это поступает в генератор генератор илбк а затем выходная мощность идущая на нагрузку составляет около 22 ампер 7,8 киловатт а какой там идеальный хиропрактик статическая нагрузка но эта нагрузка применение которой представляет собой смесь разных типов индуктивная реактивная емкостная резистивная так что это дает тебе всего понемногу и это просто как бы заметно теперь я могу повторить тот же результат с трехфазным питанием от инвертора или с тем же трехфазным питанием от местной энергетической компании florida power and light так что источник питания не имеет значения пока это регулируемая мощность переменного тока частотой 50 или 60 герц мы можем использовать ее немного этого возбуждает железо в основном генератор работает так же как и в немецком вот почему мы называем его встроенным генератором энергии потому что он находится на линии между источником и нагрузкой но этот маленький кусочек переменного тока намагничивает поле между двумя статорами два концентрических статора и вот она ну что друзья теперь как я и обещал поговорим о моем магнитном генераторе сразу небольшую пометочку это установка этот магнитный двигатель будет работать на эффекте магнитного переключателя сейчас вы можете пронаблюдать как эта штука работает в общем сейчас мы находимся в программе для 3d моделирования здесь я создаю собственно 3d модельку моего генератора то есть это демо версия здесь может что-то изменяться то есть если что-то мне не понравится или не будет работать так как нужно я это исправлю в общем смысл в том что эта штука работает за счет магнитного переключателя то есть вот это вот часть как раз таки которую нас крутится она будет притягиваться к магниту как вы можете наблюдать здесь ротор сделал специально как бы спирально скажем так то есть чтобы постепенно видите сейчас вот представим себе вот здесь стоит магнит в этой части правой да и соответственно когда магнит включен вот эта часть пытается примагнититься если не выключить магнит он вот здесь остановится то есть следовательно я буду делать на ардуино или на каких-то других платах систему управления для этого генератора и чтобы в тот момент когда происходит максимальное залипание да то есть барабан он как бы маховик не может продвинуться дальше вот здесь да то есть если если вот он прокручивается он вот где-то вот здесь вот так вот остановится и будет вот так вот делать вот вот прям как сейчас я показываю электроника отслеживает местонахождение маховика в пространстве относительно магнитного переключателя вот здесь и переключает его выключенное состояние соответственно маховик снова проходит слепую зону вот эту где максимальное притяжение происходит и опять таки включается с помощью электроники магнитный переключатель и магнит вот здесь опять притягивает поскольку здесь как бы расстояние больше а здесь меньше то соответственно барабан еще и по инерции продолжает крутиться вот таким вот образом и сам барабан вот этот является тоже маховиком что такое маховик маховик это гигантская масса для запасения энергии то есть сила магнита настолько велика что если сделать вот этот маховик легкий то толку от этого не будет и у вас генератор работать соответственно тоже не будет и это тоже нужно рассчитать а если кто-то может помочь с моим генератором да то пишите в телеграме мне в личные сообщения если вы можете там например написать программу для переключения магнитного переключателя для ардуино или можете с чем-то помочь что милости просим личные сообщения также нужно еще посчитать какая масса маховика нужно для того чтобы генератор у нас спокойненько работал вот так дальше что у нас происходит в общем генератор крутится вот таким вот образом если кто не понял то есть именно маховик должен крутиться вот так соответственно здесь электроника у нас не расположена а электроника у нас расположена вот здесь есть у меня такая вот схема которую вы видели в телеграм канале как все должно в принципе работать система будет построена на ардуино и соответственно на датчиках а также разных реле то есть реле это такая штука которая будет за счет управляющей платы что-то включать или что-то выключать когда барабан проходит вот он кстати магнитный переключатель эта штука называется магнитный грузозахват в тот момент как раз таки когда магнит вот здесь включен у нас происходит генерация то есть пока у нас притяжение идет барабан находится не в слепой зоне точнее не в зоне торможения у нас все работает нормально когда барабан подходит к тому месту где начинается торможение электроника переключает магнитный переключатель вот этот когда срабатывает датчик и также выключает на этот момент генерацию то есть чтобы генератор у нас не тормозил то есть это конечно опционально будет но мы потом посмотрим пока что на данный момент схема такая и схему на у меня именно по такому плану пока что сделано то есть я тут себе некоторые пометочки делаю чтобы схематически и было понятно как это дело работает пока я не рассчитывал генератор не рассчитывал сам магнитный переключатель и также маховик то есть пока что надо сделать электронику а вот эту штуку уже нужно будет собирать из металла и достаточно прочную и она будет к сожалению иметь большой вес потому что если вот этот вот серый маховик сделать легким как я и говорил то толку от магнитного переключателя не будет никакого то есть у вас просто ничего не будет работать так что пока как то так продвигаемся скажем так по btg технологиям потихонечку дальше если делать чисто по схеме слободяна андрея который сделал вечный двигатель то она будет выглядеть вот так тут используется немножко другая схемотехника но будет работать даже наверное еще лучше так что если кто-то попробует делать да то делайте лучше по вот этой схеме сразу поясню как она работает да смотрите это все то же самое что я показывал предыдущие только переключение идет как бы в две стороны смотрите здесь вот магниты вот это вот нс это магниты два магнита вот это вот все что темным закрашена это трансформаторная сталь вот здесь намотаны катушки одна катушка вторая катушка и третья нужно как следует эту схему продумывать вот здесь располагаются небольшие рельсы то есть вот эта часть вот это вот именно она двигается то есть когда магнит переключается у нас то притяжение то сюда идет то туда идет соответственно вот тут соединение идет и идет на маховик сверху то есть представьте себе там идет соединение такое как на велосипедной трещотке то есть вот эта штука у нас имеет ну то есть тут мощные магниты да например притяжение ну там 200 килограмм может быть 500 килограмм тонна а когда переключатель переключается у нас идет притяжение то есть то в одну сторону то в другую а здесь трещотка расположена ты чтобы когда у нас в тупиковый ну то есть притянулся магнит на при льда чтобы барабан сразу не начал останавливаться потому что если крепкое соединение сделать без трещотки у нас соответственно свободного хода маховика вот этого большого у нас здесь не будет а также здесь есть герконы и датчики концевые то есть чтобы эта вся система работала даже без электроники но я буду строить на электронике так будет скажем так более проще наверно но посмотрим если будете строить делать именно вот такую схему ну что друзья на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно делитесь этим видео и в следующих сериях мы продолжим делать вечный двигатель